Добрый день, уважаемые якутяне! Рад очередной встрече с вами в рамках моей авторской программы «Конституция. Мы». И сегодня мы поговорим о роли науки в развитии государственности Республики Саха-Якутия. И моим гостем в студии является заместитель президента Академии наук Республики Саха-Якутия, доктор исторических наук, профессор финансово-экономического института, Северо-Восточного федерального университета, действительный член Академии наук Республики Саха-Якутия Геннадий Владимирович Толстых. Геннадий Владимирович, добрый день! Добрый день! Мы завершаем год науки и технологий, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Безусловно, наука для нашей республики имеет огромнейшее значение. Как вы оцениваете итоги этого года и что этот год дал вам именно в сфере науки, а может быть и в вашей личной жизни? Ну, прежде всего, ушедший год – это год науки и технологии. Конечно, это ко многому наш обязывает, и у нас сегодня есть большие заделы, итоги, о которых можно сегодня смело доложить. Если говорить о Республике Саха-Якутия, то это указ главы республики от 2 ноября 2021 года о внесении изменений в закон Республики Саха-Якутия о науке и государственной научно-технической политике, который принят был государственным собранием 21 октября 1921 года. Вступление в силу новой редакции закона – это важное событие для нашего региона. Дело в том, что законодательное закрепление статуса Совета по вопросам науки и высшего образования и научно-технической политики обеспечит нам эффективное использование поручения Владимира Путина, президента России, по увеличению вклада регионов в развитие науки и высшего образования, обеспечит консолидацию всего научного сообщества. Это с одной стороны. С другой стороны, это восстановило статус Академии наук как высшей научной организации. Здесь, в общем-то, в этом законе четко это прописано. Но надо сказать, что если говорить о конкретных результатах, вот применительно, например, Академии наук Республики Саха-Якутия, вот на столе у меня стоит шикарное академическое издание, нужно показать первый, второй, третий том. Они буквально только вышли с типографии, как говорят, еще не совсем отстыли от печатного станка. Это большой академический труд, прежде всего, ученых-историков, костяк которых находится в Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Я расскажу вкратце буквально о каждом томе, пользуясь возможностью. Первый том, вот «История Якутии», если можно близко показать. Значит так вот. Он посвящен хронологическим рамкам от древнейших времен до 17 века, до прихода русских. Редактор этого тома Алексеев Анатолий Николаевич, академик Республики Саха-Якутия, известный ученый, археолог и так далее. Бывший ректор Якутского госуниверситета. «История Якутии» второй том посвящен периоду 17-19 века. Редактор этого тома доктор исторических наук Андриан Афанасьевич Борисов. И третий том посвящен периоду 20 века. Это тоже новый взгляд, новое прочтение новейшей, можно сказать, истории 20 века. Значит, до периода, с начала 20 века полностью до 2005-2006 года. Ну, вы знаете, что такими изданиями может похвастаться не каждая область, не каждая республика. Для этого нужно иметь колоссальный научный и гуманитарный потенциал, чтобы иметь вот такие три издания. Вообще, такого рода издания выходят, наверное, раз в 25 лет. Это достаточно большая работа, корпотливая и новое прочтение очень многих исторических моментов в нашей истории отечественной, нашего региона. И поэтому он станет известен широкому кругу читателей. Мы... 3000 всего экземпляров, они выполнены по государственному заказу. Они дойдут до конца этого года, до каждой школьной библиотеки, значит, до каждой муниципальной библиотеки. Я думаю, что желающие могут с ним ознакомиться. Кроме этого, есть еще цифровой формат этой книги. Ну, дальше. Вы знаете, что ученым Института биологии под руководством Бориса Моисеевича Киршинкольца, вице-президента Академии наук республики Саха-Якутия, прошел испытание, опробирован и получил сертификацию Роспотребнадзора битукладин. Это биологическая добавка. Но, кстати говоря, некоторые, ну, может быть, неправильно думают, что роль только лекарств имеет какую-то роль в выздоровлении человека. Это не совсем так. В последние годы и за рубежом выходит очень много биологически активных добавок, которые применяются в широком спектре. И лечение, и особенно реабилитация. Вот против вируса и ковида, в частности, значит, есть очень хорошие отзывы людей. И найден инвестор, значит, для промышленного издания, для промышленного, как сказать, тиражирования вот этой биологической активной добавки. И инвестор готов вложить, скажем, сумму более 2 миллиардов на промышленное производство вот биологически активной добавки. Ну, кстати говоря, эта задача также стояла и перед проектом НОЦ. И я думаю, что еще будут подобного рода биологически активные добавки из нашего местного сырья, произведены в дальнейшем. Далее, в Академии наук действует успешно отдел энциклопедистики. И в будущем году выйдет первый том Большой энциклопедии Республики Саха-Якутия. Она будет состоять из четырех томов. Первый том будет посвящен, значит, понятийному аппарату, персоналиям от А до В. Вот эти три буквы. Там будет очень большой справочный аппарат. И я думаю, что в будущем году мы получим уже это издание. Оно практически уже готово, но пока в цифровом виде. И также оно будет распространено по широкой сети наших библиотек. Вот такие вот короткие, как бы, у меня итоги. Ну, конечно, можно много еще говорить о том, что Академия наук, выиграла НОЦ в этом году, Устойчивый Север. Это, конечно, колоссальная работа. Но я подробно отвечу, если будет вопрос. Ну, вот научно-образовательный центр Север, территория устойчивого развития, это, конечно же, огромнейшая победа Республики, безусловно, Академии наук во главе с Василий Васильевичем Филипповым. Да, я знаю, что вы работали в рабочей группе. Ну, и, как говорится, борьба была нешуточной, и вы стали победителем. Что этому содействовало? Конечно, колоссальная подготовительная работа. Мы не сразу стали победителями, я хочу сказать. Вообще прошло только три этапа всего в стране по конкурсной документации, по борьбе ведущих научных центров, ведь там условия есть разработки мирового значения. Первый этап из 13 было 5 победителей, они практически прошли вне конкурса, потому что не было как таковой конкурсной документации. Второй этап из 20 участников также было 5 победителей, вот, наконец, третий этап из 14 участников было 5 победителей, в том числе и наш научно-образовательный центр «Устойчивый Север». Что я имею в виду, говоря о подготовительной работе? Прежде всего, это создание проектного офиса, который был расположен на базе Академии наук Республики Саха-Якутии, и в короткие сроки мы подготовили конкурсную документацию. Но что это такое, чтобы вам проиллюстрировать, это полторы тысячи страниц, в общем-то, справочные различные информации, начиная от публикаций участников, кончая финансовой документацией, потому что каждый индустриальный партнер, каждый участник должен предоставить справку, в том числе и с налоговой инспекцией, о том, что он не находится там в предбанкротном состоянии, имеет финансовую устойчивость. Приходилось решать очень много вопросов организационного порядка, причем очень оперативно и в короткие сроки. Я бы хотел сказать, что вообще благодаря нескольким факторам удалось выиграть этот нот. Во-первых, прежде всего, это, конечно, воля к победе. И учитывая высокий научный потенциал, который есть в республике, я считаю, у истоков победы нот состоят два человека. Это глава республики Айсен Сергеевич Николаев, который хорошо знает нашу науку. Он поверил в это дело, потому что, конечно, очень сложно было и участвовать, и верить в победу, учитывая, ну, какие колоссальные там, скажем, конкуренты у нас есть. Это Бауменка, это Московский гоник в сути, это ведущие научные центры страны. И тут мы, скажем, региональная наука. Дело в том, что был национальный проект наука до этого, в который смогли участвовать только ведущие, как я уже сказал, научные монстры. И региональная наука как бы оказалась в стороне. Ни один из них не попадал внутри вот этого конкурса. Это, конечно, не могли не заметить. И сегодня вот три этапа этих научно-образовательных центров, три конкурса, они привели к тому, что практически все федеральные округа нашей страны, они имеют свои научно-образовательные центры. Это позволяет изыскать вот как раз такие прорывные технологии, такие прорывные открытия мирового значения, которые могут в дальнейшем притвориться в жизнь. Ну, у нас пять кластеров, туда входят и такие, скажем, прорывные направления, как энергетический кластер, который посвящен водороду, производству водорода. Это сейчас Япония, и ведущие азиатские страны, и европейские страны очень большое внимание уделяют вот этим новым технологиям, энергосберегающим, экологичным и так далее. Я подробно не буду говорить о всех кластерах, я хотел бы еще раз вот просто привести вам такой пример, насколько был накал стластей приноса. Дело в том, что за месяц, значит, все состав экспертных советов был заменен, то есть засекречен, мы не могли, вообще ни один участник не мог повлиять, как бы, на этот процесс. Очень демократично он проходил, в закрытом режиме. Кроме этого, где-то за буквально неделю поступила новая методическая рекомендация. Значит, мы, проанализировав неудачи прошлого года, где мы не стали победителем, значит, мы пришли к выводу, что нужно нам межрегиональный компонент, то есть участие других регионов. И глава нашей республики, Осенский Реч Николаев, сумел найти нужные слова и убедить своих коллег-губернаторов о том, чтобы они приняли участие в этом прорывном проекте. И сейчас это оправдалось уже. Дальше, буквально за неделю нам пришло указание, что нужно иметь, скажем, подлинники подписи губернаторов с синими печатями и так далее. Ну, представьте, три дня всего, трое суток. Одно дело где-то в Воронежской области проехать на машине и собрать всех участников НОЦ, поставить печать и подпись, а здесь исключительно сложная транспортная схема. Ну, представьте, из Якутска есть только один прямой рейс в Магадан, и то не каждый день. И вот когда мы вылетали, губернатору поручили это мне и руководителю проекта НОЦ, я и Евгений Никановичу, мы вылетали вдвоем, а у нас было всего трое суток. Значит, мы эту задачу выполнили. Ну, я думаю, что это действительно очень интересно, да. Мы после рекламы обязательно к этой теме вернемся. Вообще, вот, мы все рады. Еще раз приветствую увладаемых телезрителей и радиослушателей. Как известно, наша программа проходит в режиме мультиплекс. Ну, и у нас сегодня разговор о роли науки в развитии государственности Республики Саха-Якутия. У меня в студии Геннадий Владимирович Толстых, заместитель президента Академии наук Республики Саха-Якутия. Я хочу отметить, Геннадий Владимирович, вот, ваша работа, безусловно, то, о чем вы рассказывали, это является продолжением, будем говорить, тех важных, исторически важных событий, которые происходили в начале прошлого века. Вы рассказали о своей победе научно-образовательного центра «Север. Территория устойчивого развития». В следующем году мы будем отмечать столетие Якутской Республики. И с этой точки зрения, безусловно, важнейшей опорой развития государственности Республики стала экспедиция, инициированная Максимом Кировичем Мамосовым, экспедиция Академии наук СССР, которая в целом раскрыла тот потенциал, который наличествует у нашей республики. Что бы вы, как историк, как доктор исторических наук, подметили вот в этой связи? Безусловно, якутская комплексная экспедиция это ключевой этап, который дал толчок развитию всей фундаментальной прикладной науки в нашей республике. Но до этого нельзя сказать, что не было попыток научных исследований. Они, конечно, были. Я имею в виду и великие северные экспедиции высохширотные, которые проводились императорским обществом. И надо сказать, что до революции уже в городе Якутске действовало якутское отделение Всероссийского географического общества. Это тоже, наверное, мало кто знает. Была также экспедиция Петра Людовикача Драверта в Сунтарском улусе, где он изучал циолиты, также ряд железных руд и других полезных ископаемых. И отчет был Драверта заслушан в Санкт-Петербурге и в Казанском университете в свое время. И другую часть вот этих находок по просьбе крафта передали в местный музей. Якутская комплексная экспедиция 1925-30-х годов Это было уникально и, наверное, уникальным явлением в стране по своему размаху и по своему потенциалу, который тогда наблюдался. Ну, например, всего было 10 специализированных отрядов, которые работали по своим направлениям. И, кроме этого, внутри было 24 подотряда. Сложные образования были, например, тематические, которые действовали в определенной местности. Это, например, Алданский комплексный, Вилюйский медико-санитарный отряд, Вилюйский комплексный и, как я уже сказал, и Алданский колонизационный. Академия наук поставила перед собой задачу систематического исследования Якутии в отношении физико-географических, естественно, исторических особенностей и культурного состояния. То есть, всех составляющих. Кроме этого, был специальный медико-санитарный отряд, который оказывал, кстати говоря, еще и помощь медицинскому населению в то время, потому что были определенные моменты, эпидемиологические заболевания, глазные болезни и так далее. То есть, по ходу решали все вот эти вещи. Надо сказать, если говорить по составу, какое количество ведущих светилоученых принимало в этой экспедиции, то это 16 академиков. Представьте, это достаточно солино даже для сегодняшнего времени. это 9 членов корреспондентов Академии наук и 30 профессоров вузов. К работе научных программ и работы экспедиции были привлечены ведущие специалисты. По всем отраслям знаний практически были брошены лучшие силы в то время. 30 различных научных учреждений было в течение вот этих буквально, скажем, 4-5 лет были организованы. Например, в Якутске была создана научная библиотека, якутская национальная геофизическая обсерватория, геохимическая лаборатория, рыбохозяйственная станция, сельскохозяйственная опытная станция, полярная радиостанция. То есть это уже конкретно какие-то учреждения, которые остались и продолжали работать. 18 было станций всего организованных, в том числе 18 метеорологических, 5 исследовано было большое количество территорий республики, 386 человек всего приняло, они прошли вот экспедиционным порядком, представьте такую цифру, 130 тысяч километров. То есть это колоссально. И, конечно, во главе этого генерального плана был Максим Кирыч Амосов. Выводы и предложения этой комиссии были использованы при составлении генерального плана реконструкции народного хозяйства Якутской ССР на ближайшие 10-15 лет. И мне приходилось быть, скажем, в Санкт-Петербурге в Кунсткамере и в ряде других научных центров, где, кстати говоря, есть материалы этой экспедиции и надо сказать, что многие аспеты этой экспедиции не устарели и ждут своих исследователей до сих пор. Актуальны. Настолько они актуальны, да. Да, совершенно верно. Вот скажите, пожалуйста, у нас, конечно, вот наука развивается, она развивается постепенно, солидно. вот старейшие институты, какие бы вы назвали, которые вот вносят до сих пор свой вклад? Они известны. Вообще, если говорить о высшем образовании в нашей республике, то в 1907 году якутская газета писала, что всего один якут имеет высшее образование. Представьте, какой путь мы прошли за достаточно короткий исторический отрезок, поэтому вот как раз благодаря вот этой причине, то есть неграмотности населения, отсутствия людей с высшим образованием, Максим Кирович, наверное, как председатель Совнаркора республики высыпал инициатором создания якутской комплексной экспедиции. Это была одна из причин. Если говорить о якутском госуниверситете, то история его создания идет в 30-е годы, в 1934 году был создан педагогический институт. Это как раз основа, если говорить формально и официально, то якутский государственный университет был образован постановлением Совета министров СССР от 23 августа 1956 года. И в 56-57 году в якутском госуниверситете обучалось всего 1200 студентов, работало 111 преподавателей, в том числе было всего 2 доктора и 34 кандидата наук. Сейчас, конечно, ситуация совершенно другая. Поэтому, если говорить о старейшем институте, то это, конечно, институт языка и литературы, образованный Аюнским. В 1935 году он был создан как раз с целью изучения якутского языка, литература, искусство и истории и вопросов народного хозяйства. Кстати, экономика тоже была одной из составляющих этого института. Сегодня это институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов северо-сибирского отделения РАН. Если говорить о первом академическим научным подразделениям, это Якутская научно-исследовательская станция ЯНИМС, так называемый институтом мерзлотовения имени Оборчева СССР. Головная организация была в Москве. Представьте, он был организован в 1941 году, когда началась война. Какое значение уделяли тогда стране науки? По инициативе эта мерзлотная станция была организована по инициативе профессора Сумгина. Это нынче институт мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова Сибирского отделения РАН. Я могу назвать еще и другие старейшие учреждения. Например, Якутский институт сельского хозяйства. Он образован 30 марта 1956 года. Тоже достаточно такой зрелый, скажем, на основе селекционной станции зрелый институт. У нас есть еще... Леонид Николаевич Владимиров стал член-кором. Да, он стал член-кором в этом году. И академика тоже, в республике Саха-Якутия. Ну, есть институт фтезиатрии тоже у нас и туберкулеза. Он тоже был создан в 1950-м году. То есть, вот такие основные мехи. В этих институтах, которые вы причислили к разряду таких зрелых, устоявшихся со своими научными планами и так далее, вот кадры, как формируются кадры научные и какие традиции существуют в этих институтах? на ваш взгляд? Конечно, кадры в науке, как говорил наш известный руководитель, определяет все, и кадры в науке в том числе. у нас одна из значительных проблем сегодня это старение науки. То есть, у нас есть или, скажем, слишком возрастной потенциал, или, скажем, слишком молодые. Вот 90-е годы они дали себе знать, и вот как раз середина, это самый зрелый, самый костяк, это 40, скажем, 60 лет, 40, 55 лет, вот этого не хватает сегодня у нас институты. 90-е годы сделали свое дело. Был отток, конечно, специалистов из науки, особенно молодых ученых. И сегодня, конечно, в науку идут фанаты, хотя достаточно сильно подняли сегодня зарплату, но зарплата не всего еще определяет, потому что в науке, как опыт показывает, все-таки работают люди, которые фанатично влюблены в свое научное направление, которые идут до конца, делают свои какие-то конкретные прорывные вещи и так далее. Просто люди мало того, что они ходят и получают зарплату. Это все-таки фанатики. В определенном хорошем смысле это увлеченные люди, которые по-настоящему больны своим научным направлением. Ну вот приезд президента Российской Академии наук Сергеева, какие результаты, что мы ждем? Ну, Сергеев посетил у нас поселок Тикси, где посмотрел ряд научных объектов. которые там расположены. Там решался вопрос и по полигону научному для Северо-Восточного федерального университета. В частности, был заслушан доклад Института языка и литературы по сохранению национальных языков в республике. Я думаю, по всем этим моментам ведется определенная работа, и через какое-то определенное время уже можно будет доложить конкретные результаты по итогам этой поездки. Визит президента Российской Академии Наук это большое событие, это говорит об авторитете якутской науки, ну и то, что по науке у нас и научные, и образовательные учреждения, они работают воедино, как это происходило при разработке научного образовательного центра Север устойчивого развития, территории устойчивого развития. Я бы еще добавил, дело в том, что вот не так давно президент Академии Наук Республики Сахайку Василий Васильевич Филиппов прилетел из Москвы, где имел встречу с президентом Ран Сергеевым и президентами национальных академий. Их всего, как вы знаете, четыре, помимо нашей это Башкатарстан, Татарстан и Чечня. У нас четыре всего академии в стране. И была достигнута договоренно, что эти встречи будут носить регулярный характер. Там есть ряд проблем по функционированию и успешной работы вот этих академий, в том числе, кстати говоря, и законодательного порядка. Они будут решаться. И в общем-то президент Ран нашел понимание у руководителя этих национальных академий своих постановочных вопросов. Очень интересно. Мы после перерыва продолжим наш разговор, безусловно, поговорим о всех этих вещах более подробно. Якутияне, мы вместе с вами завершаем в скором времени 2021 год, год науки и технологий в Российской Федерации. У нас в студии Геннадий Владимирович Толстых, заместитель президента Академии наук Республики Саха-Якутия, действительно член Академии наук и в настоящее время исполняет обязанности учебного секретаря. Геннадий Владимирович, какие вы видите задачи для якутской науки вообще, чтобы наши телезрители и радиослушатели для себя понимали, чем занимается якутская наука, какие успехи и какие перспективы. Если начать с гуманитарного блока, то я уже результат вам показал. Вот три академических издания. В перспективе это уже четыре тома энциклопедического словаря Республики Саха-Якутия. Это тоже колоссальный труд, где будут помещены все персонали нашей республики, причем в историческом аспекте, но они будут выстроены в алфавитном порядке, это требование энциклопедии, но тем не менее там будут новые подходы, скажем. Последние у нас энциклопедические словаря были в советский период, поэтому сегодня они несколько будут неангажированы, свободны, имеется в виду, и с учетом новых достижений науки. То есть там будет понятильный аппарат по биологии, по геологии, буквально все отрасли науки там будут представлены, в этом энциклопедическом словаре. И он будет носить и научной характер, и научно-популярный. То есть каждый может ознакомиться, скажем, при подготовке даже дипломного какого-то проекта, диссертации, вы можете заглянуть в этот словарь и так далее. Он будет изготовлен еще и в цифровом варианте и распространен по нашей стране, по ведущим библиотечным, скажем, библиотекам страны, и каждый может увидеть достижения республики Саха-Якутия. Далее, если говорить о таком направлении, как технические науки, скажем, строительство, это разработка новых технологий строительства зданий и сооружений. Вы знаете, что часть нашей республики расположена в сейсмической зоне, это Южная Якутия особенно, там очень стоят эти проблемы, поэтому устойчивость зданий и сооружений в условиях мерчанной мерзлоты это колоссальная проблема, которая имеет мировое значение. Им занимается и этой проблемой институт мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова. Кстати, эти разработки очень сильно интересуют такую староту, как Китай. У них тоже значительная часть территории расположена в условиях вечной мерзлоты. Вообще, надо сказать, что это уникальный институт. В мире всего несколько таких институтов, это Китай, Россия и Канада, которые занимаются вечной мерзлотой. Есть очень серьезные заделы, в том числе и фундаментального характера. Если говорить о физико-техническом направлении, то Институт физико-технических проблем Севера занимается такими проблемами, как устойчивость, скажем, металлоконструкции, устойчивость различных изделий из металлов, это техники, машин, оборудование и резино-технических изделий, и также проблемами энергоэффективности. Вот эта проблема у нас очень серьезно сегодня стоит, что у нас должна быть, ну скажем, не энергозатратное производство. Если говорить об Институте биологии, то он занимается флорой, фауной нашей республики. Вот если говорить о БАДах, то это бетулкладин и ряд других. Там, кстати, есть очень большой на сегодня мазий набор и ряд других изделий, которые можно уже сегодня использовать вот у нас в медицине. Это, кстати, один тоже из старейших институтов нашей республики, Институт биологии, но это видно даже по руководителям, которые сегодня есть в республике, они, ну скажем, ректор Якутского госуниверситета Антон Николаев, он тоже биолог. Поэтому вот Борис Моисеевич Кершенгольц, он тоже биологов. То есть это старейший институт, который имеет очень большую глубокую научную школу. Если говорить о других направлениях, то, наверное, следует сказать, что значительный потенциал у нас сосредоточен в Северо-Восточном государственном университете имени Максима Кировича Амосова. Там 12 научно-исследовательских институтов внутри этого, скажем, только университета. Большое количество научных лабораторий, аспирантура есть своя, так же, как федеральный исследовательский центр. И производится тоже очень большой пласт научных исследований. И Якутский госуниверситет это кузница кадров для нашей науки. Помимо того, что кто-то может приезжать из других регионов, конечно, Якутский госуниверситет готовит ядро наших научных кадров, которые знают свою местную специфику. Ну, и ряд других моментов. Конечно, это старейший институт гуманитарных исследований, который тоже делает свои словари по якутскому языку, по ивенкийскому языку и языка малочисленных народов севера. Вот буквально недавно на президиуме мы рассматривали проблемы филологических наук, которые докладывал академик Бурцев. И там есть, конечно, тоже проблемы в подготовке кадров и в том, что мало делают на сегодняшний день пока госзаказ на подготовку, скажем, филологов. В основном госзаказ идет новостребные специальности, но мы не должны забывать и в классических университетах о наших классических специальностях. Математика, филология, это как раз относится к разряду классических специальностей, из которых, собственно, и состоит классический университет. Поэтому, конечно, проблем на сегодня у науки у нашей очень-очень много. Мы уже начали этот вопрос. Это проблема старения научных кадров. Вот на сегодня есть очень большие льготы, которые утверждены главой нашей республики Айсен Сергеевичем Николаев. Буквально на днях мы вручаем сертификаты по тем, кто защитил кандидатские и докторские диссервации. Там достаточно серьезное возгновение. И каждый научный институт имеет в своем ПРНД, то есть вопрос их примирования молодых ученых. Там прямо до 39 лет, если молодой ученый есть, ему ведется доплата. За то, что он ведет научное направление, имеет такой пока еще молодой возраст. В науке у нас это 39 лет считается. Молодой ученый. Ну вот у нас вы представляете Академию наук Республики Саха-Якутия, и мы говорим о значимой роли Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мосова. Конечно же наука и высшая школа они должны быть вместе, ну и по западным аналогам мы знаем, что университетская наука там занимает лидирующие позиции, ну и у нас федеральный исследовательский центр. Вот с точки зрения общей координации, насколько я знаю, у нас есть совет про иглаве, вообще вот в целом как будет совершенствоваться общая координация, какие формы и методы взаимодействия вы используете для того, чтобы эффективность была более высокой. Да, Александр Григорьевич, спасибо большое за вопрос, он действительно очень важный и актуальный. Дело в том, что после 122 ФЗ и разограничения скажем полномочий как бы наука она ушла в федеральное ведение, но это не означает, что республика не должна помогать, ведь у нас как раз благодаря закону науки в законе науки в бюджете прописан раздел наука. Не каждый, кстати регион это имеет, вот не так давно я побывал на Сахалине, на Камчатке, в Магадане, как раз облетал участников НОЦ, это 7 перелетов, очень сложная транспортная схема, но обратил внимание на то, что некоторые регионы даже не могут заплатить гранты своим ученым, потому что юриста не пропускает, у них нет своего закона науки, только на Сахалине в декабре этого года будет последнее чтение закона науки, больше закона науки нигде нет, а у нас при нашем научном потенциале, если бы мы вовремя не имели законодательную базу для финансирования региональной науки, то мы, наверное, не сохранили тот научный комплекс, который мы сегодня имеем. Ну, я как бывший руководитель администрации президента республики Саха-Якутия мог бы отметить, что в этом огромная роль Егора Григорьевича Егорова, когда он был народным депутатом республики 12-го созыва, когда он был заместителем председателя правительства, ну и, конечно же, Михаил Ефимович Николаев, который и создал Академию наук республики Саха-Якутия. Ну, я думаю, что это было очень смелое решение, а с другой стороны, Академия оправдывает себя, и то, что вы сегодня рассказываете, это вдохновляет. Вот я бы хотел вас поздравить с прошедшим юбилеем, ну и то, что вы стали действительно членом Академии наук республики Саха-Якутия. Вот какие у вас ощущения, и какие у вас личные планы именно научного роста и участия в организаторской деятельности? Ну, помимо, скажем, такой административной работы в науке, я являюсь вот заместителем президента Академии наук, очень много посвящаем взаимодействию с органом государственной власти, с Элтуменом. У нас очень много проблем в республике, которые невозможно решить без органов госвласти, без нужного взаимодействия и постоянного диалога. У нас диалог такой имеется, и на уровне главы республики, как вы сказали, Совет по науке и научно-технической политике действует, где крупные вопросы мы обязательно вносим туда на обсуждение. Вот буквально следующий совет у нас посвящен будет рассмотрению двух вопросов актуальных. Это вопрос развития биотехнологий в республике и сельскохозяйственным наукам. Докладчик Кершин Гольц Борис Моисеевич, вице-президент Академии наук республики Саха, и Леонид Николаевич Владимиров, директор Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Дело в том, что наука, как я уже сказал, в силу разных причин, в том числе и законодательной, которой было определено 122 МФЗ, разделилась на разные ветви. Часть науки у нас осталась в республике Саха-Якутия, это Академия наук, достаточно скромный на сегодня научный потенциал. В свое время, в 90-е годы, ведь Академия наук имела ряд серьезных институтов. Институт гуманитарных исследований был в Академии наук, Институт региональной экономики, Институт северного логоводства и так далее, вы знаете об этом. А затем был создан федеральный исследовательский центр в рамках Якутского научного центра СУРАН, который имеет большую научную базу, это Институт Мерзлотоведения, который не вошел в ФИЦ, но тем не менее относится с СУРАН. Вот этот потенциал будет развиваться. А в качестве координации есть у нас такие предложения, это создание межотраслевых центров использования лабораторной и научной базы. Замечательно. Я думаю, что это было Я бы хотел, чтобы вот те перспективы, которые обрисовали, они реализовывались в жизни, и мы говорили с гордостью о достижениях якутской науки. Спасибо, что вы были с нами за ваши интересные ответы на наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok